Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о нереальности мира и сценарии апокалипсиса в новом клипе Влада Соколовского «Последний танец». 30 марта 2022 года состоялась премьера клипа экс-солиста группы БИС Влада Соколовского на песню «Последний танец». С первого взгляда кажется, что новое творение артиста о любви и боли расставания. На деле же в ролике дается отсылка к теории о нереальности нашего мира, которую сейчас активно продвигают иллюминаты. Кроме того, текст песни рассказывает об одном из возможных сценариев апокалипсиса, а в самом клипе присутствует множество известных символов и числовых кодов. Влад Соколовский родился в творческой семье, тесно связанной с шоу-бизнесом. Уже в три года мальчик выступал на одной сцене с Филиппом Киркоровым, исполняя песню «Зайка моя». В 2007 году Соколовский стал участником проекта «Фабрика звезд 7». Именно там была сформирована группа БИС, принесшая Владу популярность. В 2010 году артист начал сольную карьеру, которую продолжает до сих пор. Влад Соколовский самостоятельно пишет стихи и музыку к большинству своих песен. Не исключением стала его новая работа под названием «Последний танец». Идею ролика Соколовский активно обсуждал с режиссером Нуржаном Кузганбаевым. О своем творении артист говорит следующее. «По факту, это вот такая некая метавселенная, в которой мы находимся, в которой люди играют свои роли, и вот в конце мы выходим из-под этой истории. Исходя из описания клипа, становится понятно, что наш мир представлен в нем, как виртуальная реальность, из которой всем в скором времени предстоит выйти». На первых секундах ролика на фоне стены появляется проекция Соколовского в виде голограммы. Он начинает следовать за девушкой, которая его совершенно не замечает. Создается ощущение, что главные герои находятся в одном месте, но при этом в разных мирах. Для девушки мир реален, в то время как певец является неким наблюдателем и напоминает персонажа компьютерной игры. Все это дает отсылку к теории о том, что у каждого из нас своя собственная реальность, в которой остальные люди являются лишь проекцией подсознания. Мир, в котором находятся главные герои клипа, наполовину состоит из реальных объектов, наполовину из компьютерной графики. При этом Соколовский несколько раз пытался коснуться девушки, но не смог этого сделать. Как только он протягивал к ней руку, мир словно распадался на пиксели. В этот момент в песне звучат следующие слова. Мне не достучаться до тебя, устал. Близится финал. Все это может говорить о том, что певец устал находиться в виртуальном мире, в котором он не может быть вместе со своей любимой. Он хочет выйти из игры, вернувшись в реальность. Следующие кадры клипа подтверждают тот факт, что Соколовский подключен к некой матрице, а его сознание загружено в иллюзорную реальность. Певец сидит в странном месте, напоминающем лабораторию. Девушка рядом с ним пытается вернуть его к реальной жизни. Глаза артиста открыты, но видит он совсем другой мир. Тут же в постепенно исчезающую голограмму превращается его любимая девушка, которая до этого казалась реальной. Все эти кадры пытаются показать, что мир вокруг нас – это подобие компьютерной игры, а люди и окружающая обстановка нереальны. В то время, когда Влад Соколовский стоит рядом с превращающейся в голограмму девушкой, на стене можно увидеть табличку с числовыми кодами. 0,923 может указывать на сентябрь 2023 года. В то же время число 23 является так называемым кодом вызова сатаны, так как при делении 2 на 3 получаем 0,666, в котором заключено число зверя. Число 188 в таблице Менделеева является атомным номером радия, обладающего высокой и особо высокой радиотоксичностью. Не исключено, что на сентябрь 2023 года иллюминаты планируют некое событие, связанное с распространением радиации. Также на табличке можно заметить несколько иероглифов. Иероглифы в клипе присутствуют и на других кадрах. Если у вас получилось перевести их, пишите об этом в комментариях. Далее в клипе мы видим, что сознание Влада словно отключается от системы. В этот момент девушка, за которой он следовал, приходит в себя где-то в своем мире. Теперь она является игроком, осознающим себя в реальности. Главные герои меняются ролями, и теперь она идет за незамечающим ее артистом. Камера делает акцент на куртке певца. На ней изображены две переплетенные красные змеи, дающие отсылку к самому дьяволу-искусителю. Следом на фоне здания можно заметить вращающуюся голограмму, внутри которой находятся три шестиугольника. Шестиугольники дают отсылку к культу Сатурна. В то же время, таким образом завуалировано показывается код трех шестерок. Девушка также пытается дотронуться до Соколовского, но не может этого сделать. На следующих кадрах она показывается в той же лаборатории, в которой находился певец. К ее голове подносят специальную лампу, после чего ее сознание перемещается в другую реальность. В конце клипа главные герои встречаются на перроне. Они смотрят друг на друга, но по их лицам сложно понять, видят ли они друг друга, или каждый из них по-прежнему находится в своем собственном мире. Заканчивается клип тем, что Соколовский снимает с себя очки виртуальной реальности, то есть игра для него закончена. Данная сцена дает отсылку к еще одной довольно жуткой теории. Суть ее заключается в том, что наш мир нереален и является неким подобием компьютерной игры или сна, однако в нем присутствует всего лишь один игрок, который как бы одновременно проживает сразу несколько жизней. По факту же человек одинок во Вселенной, и никого и ничего, кроме его сознания, не существует. В клипе на моменте, когда Соколовский вышел из виртуальной реальности, его сознание словно перенеслось в тело девушки. То есть сначала он играл за себя, а потом за нее, проживая сразу две жизни. Что касается текста песни, в нем чувствуется апокалиптический настрой. Само по себе название «Последний танец» может подразумевать последние времена для всего человечества. Песни приводятся один из возможных сценариев апокалипсиса. «Оглянись, мы потеряли атмосферу, увы. Эта жизнь как этажи все разделила, скажи. Как далеко нас унесет? Походу все, прости». Таким образом в песне предполагается, что к концу света приведет исчезновение атмосферы Земли. Произойти это может в результате ряда причин, в том числе падение астероида или сильнейшего гамма-всплеска. В то же время эти высказывания могут иметь образный характер, а под потерей атмосферы может пониматься исчезновение неких основ, удерживающих нас в этом мире. Строчки припева «Оглянись, ведь это наш последний танец», увы, явно намекают на то, что до конца света осталось совсем недолго. Многих интересует вопрос, для чего иллюминаты стремятся приблизить апокалипсис, ведь в результате него они сами погибнут вместе со всем миром. Однако если участники тайных обществ искренне верят в то, что наш мир нереальный, то их попытки приблизить конец света объясняются желанием вырваться из так называемой «матрицы». По факту же все это может иметь самые печальные последствия. В целом клип Влада Соколовского «Последний танец», как и большинство современных творений, получился мрачным и удручающим. Он вызывает ощущение одиночества и безысходности. Главная идея ролика состоит в том, что наш мир нереален. Подобные воззрения, если в них поверит большое количество людей, могут привести к произволу и вседозволенности. Ведь в компьютерной игре можно делать все что угодно, не думая о чувствах и комфорте окружающих. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!